Доклад по теме постимплантационный гистогенез в месте применения аллогенной дуроматор в лабораторном эксперименте на крысах. К сожалению, для доклада выделено всего 20 минут и полный объем той информации, которую хотелось бы предоставить, не укладывается в данный формат. Поэтому мы решили записать для вас отдельный вебинар, где будет возможность подробно остановиться на всех деталях по теме доклада. Итак, доклад конференции «Вопросы морфологии XXI века. Инновационные технологии в исследованиях, диагностике и преподавании». Меня зовут Алексей Шаров. Я один из участников авторского коллектива исследования. В нем приняли участие клиницист, хирург, парадонтолог, имплантолог Носова Мария Александровна, Санкт-Петербург, Ваш покорный слуга, провизор, фармаколог, директор стоматологического магазина «Ромашка». Ирина Феликсовна Нефедова, главный специалист Центра биомедицинских клеточных продуктов. Наши профессоры Волова Лариса Теодоровна, доктор медицинских наук, профессор, директор научно-исследовательского института биотехнологии «Биотех» Самара. И, конечно же, Дмитрий Александрович Трунин, заведующий кафедрой стоматологии института, постдипломного образования Самарского государства университета, директор стоматологического института, лауреат премии правительства Российской Федерации, почетный президент Стоматологической Ассоциации России, вице-президент Общества врачей России и главный внештатный специалист-стоматолог Приволжского федерального округа. Исследование было проведено в 2016 году. Дисневые рецессии – это часто встречающиеся патологии на сегодня, как в масштабах нашей страны, так и в мировых масштабах. И практически 83% людей земного шара имеет хотя бы одну рецессию в полости рта, а полностью, то есть генерализованные рецессии, встречаются у 18% жителей планеты. На сегодня есть эффективные и безопасные методы лечения, которые предлагают практически полное устранение одиночных и множественных рецессий, то есть 100% закрытие поверхности корня зуба, как одного из важных показателей эффективности устранения рецессии Дисны. Все современные методики за последние 30 лет дают качественно положительный клинический результат, стабильны не только в ближайшие послеоперационные сроки, но и в долгосрочной перспективе, то есть рецессии при отсутствии травмирующего воздействия различных факторов не появляется, то есть рецидив практически отсутствует. Проблемы осложнений также встречаются при хирургическом лечении рецессии Дисны, но связаны они не с недостаточностью или слабостью методик. Чаще всего все проблемы кроются в ошибках при планировании хирургического лечения, в ошибках при выборе стратегии и тактики лечения, хирургического протокола, то есть протокола конкретной операции, неадекватном выборе или применении конкретной методики, или недообследованности пациентов, ну и также в отсутствии персонифицированной оценки клинической ситуации пациента. При соблюдении современных научно доказанных протоколов лечения, по сути это три операции на сегодня, операция Бьерн, 1963 год, операция Десанктис-Зукелли, 2000 год и операция под названием Виста-Хамаюн-Заде, 2006 год. Частота осложнений и характер определяются, как показывает клиническая картина, состоянием комплекса тканей окружающих, зону рецессии и формирующегося в месте операции, ну и состоянием окружающих тканей костной, соединительной ткани, мягкими тканями десны и тканями зуба. В ранние сроки также может определяться состоянием поверхностного или маргинального эпителия, как он еще называется. Рецидив. При адекватном выборе стратегии и тактики лечения практически отсутствует. При соблюдении хирургического протокола интро-пост предоперационного ведения пациента практически не встречается, о чем говорят современные авторы и последние исследования. При этом отсутствует в литературе анализ гистологического состава ткани, который образуется в месте имплантации пластического материала, любого происхождения, аллогенного, аутогенного, ксеногенного, синтетического и так далее. Не встречается ни в научной литературе, ни в зарубежной. Нам удалось промониторить на шести языках и русском тоже, на семи. И мы не нашли ни одного источника, где бы анализировался именно гистологический состав, который образуется в месте имплантации пластического материала при устранении рецессии десны. Доказательство результата образования конкретного вида или комплекса тканей после подсадки, а формируется однозначно там комплекс тканей, поскольку должна быть и костная поддержка, и надкосница, и соединительная ткань, и мягкие ткани десны, и эпителиальный слой. Также отсутствует в литературе. Поскольку мы работаем с пластическим материалом аллогенного происхождения, это твердой мозговой оболочкой, и устанавливаем ее частично субпериостально в области поверхности корня зуба или в расщепленной слизистой надкосничной лоскут, то есть, по сути, в толщу мягких тканей, не встречается в литературе результатов применения с твердой мозговой оболочкой при устранении рецессии десны. Установленная, единственный источник, который мы имеем с 2013 года, это установленная в подкожную клетчатку твердая мозговая оболочка за 2-3 месяца замещается соединительной тканью аналогичного объема, а установленная на кость вместо удаленной надкосницы за месяц-два индуцирует образование костной мозоли. Это единственное упоминание, которое мы нашли в литературе. Но поскольку технология обработки твердой мозговой оболочки отличалась, то сравнивать ее было бы не совсем правильно. Тем более, все-таки речь идет о хирургии полости рта, а не подкожной клетчатке. Мы имеем собственный опыт клинического применения имплантатов из твердой мозговой оболочки и аутотрансплантатов в одном протоколе, в одной операции сочетан на. Что достаточно показательно. Поскольку у пациента было 28 рецессий в одной полости рта, и в области самых сложных рецессий мы устанавливали аутотрансплантаты, сопоставляли результат по клиническим показателям и визуальным, и рентгенологическим. А на всех остальных зубах, поскольку размер трансплантата, его качество и объем были ограничены, мы устанавливали в твердую мозговую оболочку. И получили, что одинаковая абсолютно реакция на операцию, это не связано с использованием конкретного пластического материала, и абсолютный 100% сопоставимый результат по всем клиническим показателям. Глубины рецессии, ширины прикрепленной десны, толщины прикрепленной десны, размеры от режущего края до зенита рецессии. И по размеру зубодесневого кармана. Исследование это было опубликовано в журнале «Парадонтология» в 2021 году. Также есть опыт лабораторного исследования с моделированием операции на животных, адекватной техники хирургического лечения рецессии десны, однослойной техникой или двуслойной, то есть с применением пластического материала, аутотрансплантата или твердой мозговой оболочки. За 12 лет клинического опыта применения твердой мозговой оболочки при множественном лечении рецессии десны нами были прооперированы почти 1000 пациентов. И среднее количество зубов в одном случае составляет 4, поскольку мы занимаемся преимущественным лечением множественных рецессий десны. Ну а одиночные рецессии, соответственно, портят нам вот эту статистику, снижая среднее количество зубов в случае. У нас есть собственный опыт применения твердой мозговой оболочки при лечении рецессии десны у ортодонтических пациентов превентивно, то есть с уже имеющимися рецессиями или их риском образования в процессе ортодонтического лечения за счет корпусного выдвижения зубов вестибулярно по дуге. Поэтому на сегодня очень приятно, что ортодонты обращаются к парадонтологу для дообследования и принятия решения о проявительном оперировании создания объема прикрепленной десны или утолщения объема десны вообще или создания адекватного преддверия полости рта, для того, чтобы потом рецессии не образовывались после ортодонтического лечения или в его процессе. Продолжение следует...